здравствуйте дорогие зрители прайм тв с вами ризван гусейнов мы подводим итоги очередной уходящей недели и как прошлых эфирах мы говорили мы обязательно должны будем вернуться и сейчас перейдёмся к теме пост выборной ситуации в турции как мы с вами обсуждали прошлый раз почти что не было сомнений что эрдоган победит и уровень демократии и культуры избирательной в турции еще раз показал что турция наиболее продвинутая в этих вопросах страна которая по некоторым параметрам опережает и европу и сша и другие страны которые являются примерами демократии свободы слова избирательного права в контексте того как это повлияет на наш регион кстати напомним что намечена инаугурация раджипта эрдогана на которую примет участие около 34 или около 35 глав стран президентов премьер-министров представители руководства нато организации исламского организации исламской конференции организации тюркских государств и что очень важно я думаю для нашего региона конечно же примет участие президент азербайджан и и что очень интересно на инаугурации по всей видимости примет участие премьер-министр армении никол пашинян о чем все это говорит мы вступаем в ту фазу о которой я говорил активизации турецкой внешней политики в том числе в нашем регионе а поскольку мы говорим о нашем регионе в этот раз мы на нем и сосредоточимся хотя активизация турецкой политики будет не только здесь чем это чревато хорошем смысле слова ну во первых за последние несколько месяцев пока турция была занята предвыборной гонкой площадку переговорную инициативу в нашем регионе пытались перехватить и запад первую очередь у россии и россия пыталась защищать свои интересы но по итогам мы можем сказать что очень серьезная роль в этом сыграла позиция никола пашиняна который явно сделал выбор в пользу запада пользу своих европейских партнеров и тем самым усложнил для россии защиту ее интересов нашем регионе в чем же суть или новизна позиции никола пашиняна он готов на то чтобы идти на сближение с азербайджаном и турцией интегрироваться во всяком случае об этом он говорит и некоторые его действия подтверждают пока что его движение в этом направлении основным препятствием на этом пути является ситуация зоне миротворец миротворцев российских миротворцев российского миротворческого контингента в карабахи на тех территориях где временно несут службы где проживает армянское население пашинян готов и высказал неоднократно свою готовность обойти это препятствие не спотыкаться как обычно армения спотыкается на карабахе посмотрим насколько это реально если это так то впереди два развития два сценария развития событий во первых отметим что так называемые карабахские сепаратисты и в кавычках судьба этого не созданного не существующего государства она принесена в жертву теми кто за ним стоял за этим проектом стоял да и франция и россия и ряд стран других европы и иран очень серьезно пытались в течение последних двух лет после 44 дневной войны защищать армянский проект первую очередь карабахский проект и в этом контексте произошла произошло одно важное событие все их надежды этих игроков на то что армения сможет тянуть и продолжать защищать карабах карабахских армян она себе не оправдала затем засланные в регион казачки вроде рубена барданяна тоже не оправдали а дальше карточный домик карабахский начался сыпаться на данном этапе после переговоров консультации и вашингтоне и встреч на высшем уровне брусселей и встреч в москве и встреч в кишиневе можно сделать вывод что франция который больше всего рьяно поддерживала карабахских армян она тоже отказалась от этой затеи потому что никакой пользы одни только потери для французских интересов в нашем регионе и ситуация дошла до той точки что даже туго думающие французское руководство пришло к выводу что поддержка карабахского сепаратизма наносит только и только вред французским интересам до этого это очень четко поняли соединенные штаты америки который однозначно поддерживает позицию азербайджана опирающийся на международное право кто еще в этом ряду иран с которым еще будут проблемы но иран уже понимает что любая попытка изменить или противостоять складывающиеся ситуации геополитически в нашем регионе дорого обойдется ему самому на его же территории и это постоянно будет напоминать и рано постоянно будут напоминать об этом и внешние угрозы для ирана по афганской границе и внутренние угрозы для ирана от протестующих я думаю урок прошлого года и начала этого года иранской власти усвоили есть нет то наверное этот урок повторится более жесткой версии так что на данном этапе и россия естественно она морально уже понимает что никакой пользы и преференции от ее интересов от карабахского сепаратизма нет карта бита и единственное о чем сейчас должны думать карабахские армяне о том что их принесут жертву их ниже сепаратисты их ниже руководство в кавычках им бежать некуда этим сепаратистам бежать некуда они военные преступники и как я понимаю добрую волю азербайджанского руководства и инициативу предложения президента азербайджана о том что он возможно амнистирует те кто сложит оружие в карабахе не смогут оценить там круговая порука и скорее всего они готовы будут быть уничтоженными чем попасть в руки азербайджанского правосудия принципе их я понимаю они оказались заложниками той политики которые вели свыше 30 лет и сами себе не оставили выхода что и говорит об их интеллектуальном уровне что касается простых карабахцев карабахских армян они тоже перед сложным выбором они заложники руках этих сепаратистов террористов и мы очень надеемся я лично очень надеюсь что найдется выход из этой ситуации поскольку карабахский сепаратист как я сказал особенно последние недели ведут все к тому чтобы произошла эскалация и вынуждает азербайджанскую сторону проведению антитеррористической операции и наверное уже в карабахе все понимают что никто в этом вопросе азербайджану помехой быть не сможет все пустые надежды на иран на францию на индию том числе на российский миротворческий контингент который не имеет никакого права вмешиваться во внутренние дела азербайджана все эти надежды пустые и я отслеживаю мониторю то что выдает армянская пресса карабахские армяне они их ведут на заклание к сожалению но видать таковая судьба и я пока не вижу кого-то кто бы взял среди карабахских армян инициативу и смелость на себя чтобы спасти карабахских армян от той незавидной участи которая их ждет ибо те кто не помышляют о том чтобы принять гражданство азербайджана или в каком-то статусе миграционном статусе мигранта пока что жить то и им придется делать непростой выбор и вопрос этого выбора и дедлайн этого выбора мы уже видим в этом контексте опять-таки возвращаясь к турции именно избрание раджата его это она она еще больше укрепила тот сценарий о котором я говорю братская турция всегда рядом с азербайджаном это наш союзник и не только в нашем регионе мы взаимодействуем во многих регионах и не только военно-технических военно-политических вопросах и в экономике в других вопросах недавний визит президента израиля тоже имеет знаковое значение знаковый смысл то есть те кто нас поддерживал напрямую в период 44-дневной войны они готовы они оценивают все риски и любом случае опять-таки азербайджан будет стремиться будет стараться найти тот сценарий который позволит карабахским армянам остаться и жить на своих землях но к сожалению те кто верховодят карабахскими армянами они не себе и карабахским армянам не хотят оставить такого выбора они выбирают исход подпишитесь на наш канал будра news и будьте в курсе всех событий